МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Патруль. И с вами я, ее ведущая, Екатерина Кулеш. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избила сотрудника полиции. Что грозит жительнице Тувы? ДТП и наезды. Из-за чего происходят трагедии? Спиртное со знаком вопроса. Полицейские изъяли более 500 литров контрафакта. Традиционный обзор происшествий, случившихся в других регионах и бурно обсуждаемых в социальных сетях. Жительница Тувы заплатит 30 тысяч рублей за избиение инспектора по делам несовершеннолетних. 36-летняя жительница Дзунхемчинского района Тувы в мае текущего года нанесла побои сотруднику полиции, который прибыл по вызову, о запертом в доме двухлетнем ребенке. Когда инспектор по делам несовершеннолетних зашла в дом, то обнаружила во дворе пьяную мать, которая стала вести себя крайне неприлично, ругаться матом. Причем нетрезвая женщина полностью игнорировала просьбы поехать в дежурную часть для разбирательства. Находясь в машине, она умышленно пнула инспектора в лицо и грудную клетку. В суде горе мать раскаялась. Суд учел отсутствие судимости и наличие малолетнего ребенка, поэтому наказание выразилось в виде штрафа, который составил 30 тысяч рублей. Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, в погоне за приключениями не только нарушил закон, но и попытался убежать от сотрудников госавтоинспекции. Как это было, смотрите далее. В пятницу вечером в ходе рейда сотрудники госавтоинспекции для проверки остановили иномарку. Водитель машины на призыв дорожных полицейских отреагировал не сразу. Да и после того, когда остановился, решил убежать. Далеко убежать горе водитель не смог. Сотрудники ДПС догнали его через несколько метров. На вопрос, почему он решил бежать, молодой человек не отвечает. То, что водитель был пьян, инспекторы поняли сразу. Догадки подтвердило проведенное освидетельствование. Теперь молодой человек за свой опрометчивый поступок должен оплатить штраф, да и за руль он сядет не скоро. Выпил, уснул, очнулся в разбитой машине. Ночью, 10 ноября, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП рядом с АЗС в районе Байхакской. Виновник скрылся с места происшествия. Однако сотрудникам ДПС не пришлось долго искать причастную к ДТП машину. Как выяснилось, машина иностранного производства столкнулась с ВАЗом, которая сбавила скорость перед лежачим полицейским. Пока водитель ВАЗа приходил в себя, иномарка скрылась с места ДТП. От багажника пострадавшей машины не осталось живого места. Пассажиры отечественной машины госпитализированы с различными травмами. К приезду дорожных полицейских возле иномарки, совершившей ДТП, стояли мужчины. Водителя на месте не оказалось. По словам якобы пассажира владельца авто, их машину угнали, пока они с другом спали на заднем сидении. По данному факту региональными МВД идет проверка. Сейчас мы узнаем, сколько всего аварий с пострадавшими произошло в республике за неделю. Сводка ГИБДД далее. С 5 по 11 ноября в республике зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, где два человека погибли и семеро пострадали. Также задержаны 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них три автоледи. Под Волгоградом пьяный водитель ВАЗа устроил смертельно опасный боулинг на федеральной трассе. Чудом остались живые водители и пассажиры четырех автомобилей в результате ДТП. В пресс-службе МВД по региону на федеральной трассе Сызрани-Волгоград в районе поселка Ерзовка отечественная легковушка девятой модели под управлением нетрезвого 27-летнего парня выехала на встречку, где по касательной столкнулась с грузовиком «Скания», а затем по очереди еще с двумя машинами «Нива Шевроле» и «Лада Приора». Автомобили получили сильные повреждения, но, к счастью, все люди остались живы. 65-летний водитель «Нива» госпитализирован с травмами. Авария с участием пассажирского автобуса зарегистрирована в Абакане. По данным УГИБДД по Хакасии, водитель ПАЗа не уступил дорогу ВАЗ-2108. Легковушка получила серьезные механические повреждения. От передней части не осталось живого места. Чтобы предотвратить возгорание, пожарным пришлось щедро залить раскуроченную машину пеной. Во время удара пострадали три человека. Молодой человек 1996 года рождения, управлявший ВАЗом, получил множественные ушибы и ссадины. В отличие от пассажира, парня 1995 года рождения, который заработал закрытый, оскольчатый перелом бедра, водитель не госпитализирован. В случае, если бы автобус ехал не пустым, травмированных могло бы быть и больше. В ПАЗике на момент аварии были только водитель 1958 года рождения и кондуктор, его одногодка. Она, кстати, получила ушиб плеча и не госпитализирована. Смертельное ДТП в Кабардино-Балкарской республике попало на видео в селе Прогресс. По сведениям местных жителей, автомобиль отечественного производства не поделил дорогу с иномаркой. Сообщается, что в аварии поучаствовал Мерседес и ВАЗ-2109. Очевидцы смертельного ДТП сняли на видео последствия аварии. В кадр попала отечественная девятка темного цвета. Машина сильно разбита. Виден след от бокового удара с правой стороны. Машину буквально разорвало. Средняя стойка вошла в салон, погнув крышу. Свидетели ДТП утверждают, что в этой аварии погиб молодой человек. Общее количество пострадавших остается неизвестным. В Барунхемчикском районе инспекторы ДПС изъяли из незаконного оборота более 500 литров спиртосодержащей жидкости. На автодороге Абакан-Агдовырак сотрудники полиции для проверки остановили машину марки ВАЗ под управлением 49-летнего жителя города Агдовырак. При визуальном осмотре салона автомобиля госавтоинспекторами были обнаружены 25 картонных коробок, которые перевозились в салоне ВАЗа. В ходе досмотра в коробках были обнаружены пластиковые тары с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта общим объемом 20 литров. Помимо этого полицейские выявили 500 литров этилового спирта, 80 штук водки без акцизных марок и без товарно-транспортных документов. Всего 49-летний гражданин незаконно перевозил 540 литров спиртосодержащей продукции. По данному факту сотрудниками полиции Барунхемчикского района проводятся проверки. В случае, если вину докажут, мужчине грозит штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 3 лет. На сегодня это все. Выпуск программы вы также сможете посмотреть на ютуб-канале Тувинская единая служба информации, а также в наших группах ВКонтакте. Напоминаю, наши контакты сообщайте о происшествиях по телефонам редакции, а также присылайте свои материалы на электронную почту. Номера телефонов и адреса вы видите на своих экранах. Увидимся в программе «Патруль» ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова